Внимание Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые зрители! Мы приветствуем вас на фестивале-конкурсе вокального творчества Департамента финансов и муниципальных районов Вологодской области «Битва Хоров. Весна Победы-2020!» Ваши аплодисменты! 9 мая 2020 года наша страна и весь мир будут отмечать 75-летие Великой Победы, пройдут праздники, концерты и встречи с ветеранами. И, конечно, на каждой такой встрече будут звучать песни военных лет. Их знают все. Они живы и любимы людьми самых разных возрастов. Песни тогда рождались в боях, с ними шли на подвиг. Они вселяли силы и уверенность в победе над врагом. В связи с этим наш конкурс хорового творчества «Битва Хоров» посвящен песням Великой Победы. И этот конкурс мы проведем вместе. Наталья Павлова и Александр Ермолаев. Сегодня мы приветствуем 7 хоров. 6 из них из других районов Вологодской области, которые стоят рядом с нами. И, конечно же, их наставников. Ну и давайте их поприветствуем. Итак, хор Сокольского муниципального района. Наставник Морозова Валентина Александровна. Хор администрации Хоровского муниципального района. Наставник Бахтурина Марина Валентиновна. Хор местного соуправления Батикорского муниципального района, наставник Пестрякова Наталья Николаевна. Хор Белозерского муниципального района, наставник Рязанова Елена Валентиновна. Хор под названием «Созвучие Серденц» представляет Кирилловский муниципальный район, наставник Назарова Анастасия. Хор Департамента финансов Вологодской области, наставник Оликова Анна Алексеевна. В органах местного самоуправления Шекснинского муниципального района, колорит, наставник Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Бабицкий Геннадий Николаевич. Для приветственного слова я приглашаю на сцену главу Шекснинского муниципального района Виктора Васильевича Кузнецова. Добрый день, уважаемые Шексницы, добрый день, уважаемые гости. Сегодня в нашем поселке знаменательное событие. Впервые в истории Вологодской области на этой сцене пройдет знаменитая битва хоров. Здесь присутствуют, наверное, уже все победители. Я прекрасно знаю, как все готовились, как волнуются. Волнуюсь и я. Естественно, наступает и наш хор. Что хочется пожелать? Наверное, не пожелаю. Вот это мероприятие проходит по инициативе Департамента финансов. Лично Артамуна Вальтины Николаевны. Мы договорились с ней немножко давно. Прогласили 8 месяцев назад. Готовились к этому мероприятию долго. Но все-таки оно свершилось. Я надеюсь, что сегодня у нас все получится. Все уедут с Шекслинской земли довольными, счастливыми и победителями. Я желаю вам удачи, успехов, хорошего настроения и задорого. Берем! Память о героях, павших на боях сражений в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов объявляется минута молчания. Память о героях, павших на боях сражений в Великой Отечественной войне. Уважаемые зрители, участникам конкурса сегодня очень поможет ваша поддержка. По условиям конкурса каждый хор исполнит две песни. По одной в каждом отделении. И только хор Сокольского района исполнит сразу две песни по их просьбе. У каждого хора есть свой стиль, поэтому выбор будет сложным. Но пусть сегодня победит сильнейший. А кто это будет, решит наше уважаемое независимое жюри. Итак, сейчас мы объявим, кто же сегодня будет у нас в жюри. Давайте мы сначала поаплодируем нашим участникам и жюри. Заместитель губернатора Вологодской области, начальник департамента финансов Вологодской области, Артамонова Валентина Николаевна. Заместитель губернатора Вологодской области, Зайнак, Эдуард Насекович. Директор бюджетно-профессионально-образовательного учреждения Вологодской области, Вологодский областной колледж искусств, Трайнин Лейв Исаевич. Директор Шекснинской детской школы искусств, Пескова Ирина Витальевна. Участник народного коллектива, мужской вокальный ансамбль районного дома культуры, Зелянин Александр Витальевич. Участник народного коллектива, мужской вокальный ансамбль, а также преподаватель Шекснинской детской школы искусств, Трипаков Николай Васильевич. Мы просим хоры пройти за кулисы, чтобы приготовиться к первому выходу на сцену. Конечно, под ваши аплодисменты. Итак, мы начинаем. Первыми на сцену выйдет хор Сокольского муниципального района. Наставник Морозова Валентина Александровна. Сокольский район представляет хор, который объединяет работников структурных подразделений администрации, включая их непосредственных руководителей и главу района. Огромная честь и большая ответственность выступать на мероприятии в честь 75-летия Великой Победы. Несмотря на отсутствие большого опыта в музыкальной сфере, мы дружно откликнулись на идею о хоровом выступлении в год памяти и славы, а также искренне и творчески подошли к делу и подготовили песни военных лет, глубоко затрагивающие сердце каждого. Хоровой коллектив Сокольского района отдает дань памяти подвигу советского народа, победившего в Великой Отечественной войне. И в своем выступлении стремится к сохранению исторической памяти через песню, исполненную сердцем. В каждом человеке заложено творческое начало, но не каждый может выразить его в одиночку. Я не могу один, но вместе мы сила, и у нас вырастают крылья. Пусть у нас все получится. Итак, на сцене хор Сокольского муниципального района. Добрый день, дорогие друзья! Уважаемые коллеги, вас приветствует Сокольский район! В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной войне. Достойный вклад в дело победы внесли сокольчане. За годы войны в армию и на флот было призвано 26 тысяч жителей Сокольской земли. На фронтах партизанских отрядах погибло и пропало без вести 11 тысяч сокольчан. Сокол – город тыловой. На промышленных предприятиях было освоено производство светонепроницаемой и курительной бумаги, телеграфной ленты. Создается специальный цех по изготовлению корпусов МИН. В годы войны в городе работало три крупных эвакогоспиталя. Единство фронта и тыла являлось одним из решающих источников нашей победы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Моя Москва 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 хора в возрасте от 30 до 55 лет. Хор – участник районного конкурса «Битва хоров» в городе Харовске. И не только участник, а обладатель гран-при фестиваля районного конкурса «Битва хоров». Итак, дорогие друзья, встречаем хор Харовского муниципального района. АПЛОДИСМЕНТЫ Люди мира, на минуту встаньте. Слушайте, слушайте, пути со всех сторон. Это раздаётся в духе-мальте. Голокольный звон, колокольный звон, это возродило все окрепло. Голокольный 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 звон, это возродило все окрепло. ПЕСНЯ 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 Наталья Николаевна неоднократно становилась лауреатами российских и международных вокальных конкурсов. Наталья Николаевна является руководителем хора районного отдела внутренних дел, который также занимает призовые места в областном конкурсе среди районных отделов внутренних дел. Итак, встречайте Вадегорский муниципальный район! Перед боем тихие теплые весны, Вечера и покрыт тревожною сон тишиной. У вчерашних мальчиков дни в настенки новые, и весьма от мамы с тобой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Здесь березы белые, травы высокие, враг не должен дальше пройти. А закаты алые, 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 Перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы За четыре дня до войны. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 За четыре дня до войны. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Она поведала о том, что к ней обратились несколько женщин среднего возраста, которые желают петь. И петь именно под моим началом. Далее из ее уст прозвучали доводы о том, что у нас есть поющая молодежь, есть поющие ветераны, а вот вокального коллектива среднего возраста нет. Но самое интересное открылось тогда, когда я пришла на встречу с этими милыми, но очень неостороженными женщинами. В беседе с ними она спросила, что они хотят, что они ждут от нашей совместной работы. Они ответили, что ничего не ждут, что их просто пригласили в Дом культуры и просили помочь в создании вокального коллектива. И сказали, что именно я хочу с ними заниматься. Но знаете, это не помешало нам понять друг друга, потому что желание оказалось обоюдным. И мы уже вместе почти полтора года. Сначала в нашем коллективе было шесть человек, потом еще два человека присоединились. А сейчас нас уже 17 человек, и у нас в составе есть мужчины. Итак, дорогие друзья, на сцене хор Белозерского муниципального района. Встречайте! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Симон. Симон. Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, 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 Мы рады, Субтитры подогнал, 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 Елена Ермолаева. Встречайте! Елена Ермолаевна. 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 ПЕСНЯ 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 Района. Снова весь круг раскалён от огня, Лупят свинихи три ночи, три дня, А в нем на стёрке, на стенке Ты обнимаешь меня, а в эти тучи голубом Напоминают море, напоминают старый дом, Где дружат чайки за окном, Где мы с тобой танцуем вальс, Где мы с тобой танцуем вальс, Где мы с тобой танцуем вальс, миноре. Если останусь, плыну на войне, Встречусь с тобой я в родной стороне, Только пока я воюю, ты не забудь обо мне, А в эти тучи голубом напоминают море, Напоминают старый дом, Где дружат чайки за окном, Где мы с тобой танцуем вальс, Где мы с тобой танцуем вальс, миноре. Дружат чайки за окном, Где мы с тобой танцуем вальс, Дружат чайки за окном, Дружат чайки за окном, Где мы с тобой танцуем вальс Мажорим Пару эти тучи голубом напоминают Ой, напоминают старый дом, где дружат чайки за окном Где мы с тобой танцуем вальс Где мы с тобой танцуем вальс Где мы с тобой танцуем вальс В море Аплодисменты По просьбе коллектива Белозерского района Чуть предыстории о создании следующей песни Ранним утром на одной из оживленных пергинских перекрестков Он увидел молодую регулировщицу, которая лихо орудовала флажком жезла Вдруг послышался цок от копыт, рассказывал цезарь Саладар Все увидели приближающуюся конную колонну Это были казаки из кавалерийской части Было заметно, что на какие-то секунды Внимание регулировщицы безраздельно поглотила конница Четким взмахом флажков и взглядом больших глаз Преградила она путь всем машинам и тягачам Остановила пехотинцев И затем, откровенно улыбнувшись молодому казаку на поджаром дончике Задеристо крикнула Давай, конница, не задерживай Казак быстро отъехал в сторону и подал команду рысью Резвой рысью колонна прошла мимо своего командира А он, прежде чем двинуться вслед, обернулся и на прощание помахал рукой девушке Так родилась песня «Казаки», автор которой участник Великой Отечественной войны Поэт Цезарь Соломонович Саладарь Который в качестве военного корреспондента присутствовал На подписании акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии Кстати, это первая песня, рожденная в день Великой Победы 9 мая 1945 года Итак, дорогие друзья, встречайте коллектив Белозерского района Белозерского района Белозерского района Который в качестве Fa На ней поет шажком, или девушка с флажком, С косою под пилотой на углу стоит, С толщим салом на глазах, и рюкзой горях глаза, Не надеясь, что мы кишем, даже пусть речи. Казаки, казаки, еду, еду, смотри, у наших казаки. Казаки, казаки, еду, еду, смотри, у наших казаки. Зачем на салон дырал, но поймав, что мы без грязи, Не обходяй к риму на строку, и не заходится, прошла, А девчина села, вверх, и взгляд, и бал, нам ударит на саду. Казаки, казаки, еду, еду, смотри, у наших казаки. Казаки, казаки, еду, еду, смотри, у наших казаки. Казахстан Казахстан Продолжает наш конкурс хор «Созвучие сердец» Кирилловского района с песней «Пой, играй, гармошка». Встречайте! Казахстан Вспомним ту великую, ту войну лихую, Вспомним и гармошки песню озорную, Как она играла, за собой вела, Как не вставая, до пиролина шла. Казахстан О, поигра, гармошка Едет в первый взвод Дальная дорожка, товарищи зовет О, игра, гармошка Едет в первый взвод Дальная дорожка, товарищи зовет Может, ночью длинной девушка не спит Ягода, ябина, к ней вопрос звучит О, играй, гармошка, едет в первый взвод Дальняя дорожка, товарищи, зовет О, играй, гармошка, едет в первый взвод Дальняя дорожка, товарищи, зовет Ничего, товарищ, друг мой, не грусти В домику родному приведут пути О, играй, гармошка, едет в первый взвод Дальняя дорожка, товарищи, зовет О, играй, гармошка, едет в первый взвод Дальняя дорожка, товарищи, зовет ПЕСНЯ Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. В мае 1945 года советская армия ввела наступление и уверенно освобождала территорию Европу, которую в течение нескольких лет топтали собаки фашистов. И в каждом городе народ ждал и радостно встречал наших солдат. Ведь они дарили людям мир, надежду на долгожданную свободу. В те самые важные майские дни радость победы искристой волной промчалась по всей Европе. Она словно нарядилась в весеннее цветение и ликовала окончательные победы над долгим зимним ветром. Но каждый русский солдат, в какой бы точке Европы он не встретил великую победу, думал о своей родине, как будто он волжские видел разливы, как будто Россию обнял. Эта песня давно стала народной и любимой. Ее поют на сценах и дома. Она согревает сердца многих и звучит в честь тех, кто прошел Европу, кто брал Вену и Берлин. Пусть ни один освобожденный город не забудет никогда подвиг советских солдат. Солнечные звуки майского вальса в честь победы, в честь великого подвига русского народа, в честь памяти наших героев. Майский вальс на сцене хор Департамента финансов Вологодской области. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 остается молодой. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Победа остается молодой. Проходят победители седые, Победа остается молодой. Волк быстро и плага не пролетали, От нас не оторяется она. И ей к лицу солдатские летали, Лицую моревые ордена. И смотри на сынов своих, Россия, покута. Лишь вчера закончен бой, Проходят победители седые. Победа остается молодой. Проходят победители седые, Победа остается молодой. Победа остается молодой. Но каждый день прошедший без войны, И каждая весна в свое ночам свое тепло берут в одной весне. Победа остается молодой Вот и завершился наш конкурс Битва хоров весна победы 2020 Посвященный 75 годовщине победы В Великой Отечественной войне Совсем скоро мы узнаем результаты Мы приглашаем всех участников конкурса на сцену АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хор Департамента финансов Выражает благодарность своему наставнику Анне Алексеевне Ольвиховой Просим ее выйти в центр сцены Анна Алексеевна Позвольте от всей души и от сердца Каждого участника хора Департамента финансов области Выразить вам благодарность За ваше терпение За ваш талант За ваше вдохновение С какой душой вы отдаетесь творчеству Мы смотрели на вас И заряжались этими же эмоциями Мы действительно прочувствовали И прожили все наши номера И я надеюсь, дорогие зрители Что вам мы тоже подарили радость Анна Алексеевна Аплодисменты для вас Спасибо вам большое Мы хотим выразить слова огромной благодарности вам Дорогие участники Вашим наставникам За то, что сотворили для нас этот праздник И вот, наконец, настало время узнать итоги конкурса Я не знаю, кому сразу повернуться тут По-моему, что и в зале, и на сцене приблизительно одинаковое количество Это замечательно Дорогие друзья Вы знаете, по условиям конкурса Я обращаюсь ко всем сразу По условиям конкурса Должны были награждать определенными призами Определенные номинации Вы все это знаете Но когда мы прослушали Как вы исполняете И после этого У нас было такое небольшое совещание Мы единодушно отметили Очень хороший уровень исполнения Что это получился настоящий конкурс И уже здесь можно говорить не только О каких-то поощрительных номинациях А можно говорить о местах Есть и гран-при здесь было Но мы решили, чтобы у нас было и первое, и второе, и третье, и четвертое, и пятое Ну, в общем, достаточное количество мест Но так как Нам очень понравилось Вот я с удовольствием сидел, слушал И получал удовольствие И самое главное, что Мы бы вам хотели всем пожелать Заодно и слушателям А чтобы вот у вас было Это не только разовое выступление Вы вышли на сцену сегодня У вас есть какие-то определенные традиции А кто-то всего три месяца занимается этим Чтобы это было вашей жизнью Чтобы вы продолжали петь И чаще встречались И уже объединялись Вот такой большой хор А может быть все районы когда-нибудь съедутся И у нас в области прозвучили Знаете, когда-то в Прибалтике Были такие хор Пелы под руководством Я помню, был такой известный дирижер Эрни Сакс И вот там Многие из вас, наверное, помнят это имя И выступали хоры И это было действительно замечательно Это было единение людей И вот я хотел, чтобы в нашей стране В нашей области Это единение продолжалось И вы все получали вместе с нами удовольствие Но я теперь перейду все-таки К раздаче Потому что Чуть Бендера не протекировал Второе место Занял Харовский район Вы рады маршируете Я пока вам ничего не вручил Мы вас обязательно пригласили Ну прошли очень хорошо Мне понравилось Также второе место Утикурский район Можно не маршировать Второе место Белосердский район Второе место И Кирилловский район Чили уже Понятно Теперь включили Первое место Сокольский район А также первое место Шекскинский район Ну, гран-при Как попозже? Нет, я все-таки скажу Зачем попозже? Так уже все ясно Гран-при Единодушно Комиссия Жюри Валентина Николаевна Не голосовала Она выходила в это время Мы присудили Департаменту финансов АПЛОДИСМЕНТЫ Но судя по вашим Уборным аплодисментам Решение было правильным АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, что вы Нас поддержали Ну и теперь, я думаю, надо предоставить слово всем членам жюри и вручить уже те номинации, которые у нас предусмотрены. Я не знаю уже, к кому они повернутся. Теперь к вам. Итак, дорогие друзья, вот да, у нас уже победители известны, но подарки еще не вручены. Поэтому, я думаю, мы потом еще гран-при озвучим прям так, что прям бабах. А пока что номинации. Номинации. Итак, первая номинация у нас называется «Самый мелодичный хор». И если вы позволите, вот просто вот по очереди буду вам давать дипломы, чтобы вы награждали Эдуард Насекович. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мероприятие точно состоялось. Это замечательная идея, которая была задумана, но самое главное, что она была еще лучше реализована. Дорогие коллеги, все присутствующие, все участники абсолютно точно сегодня пели не только голосом, но в первую очередь сердцем. И это очень ценно. Ну а номинация «Самый мелодичный хор» награждается Департамент финансов правительства области. Департамент финансов правительства области. Итак, это была первая номинация. Сейчас будет вторая номинация. Номинация «Вдохновение». Добрый вечер, дорогие друзья. На самом деле мы очень волновались, когда подводили итоги и переживали за всех. Но, по-моему, прекрасные мероприятия, прекрасные команды, настолько талантливые, настолько артистичные, настолько дружные. Огромное-огромное всем спасибо. И, конечно, очень хочется, чтобы такие мероприятия как можно чаще были в наших муниципальных образованиях. Мне кажется, это еще нас сблизит, и мы вместе многое сможем сделать. А я вручаю диплом за победу в фестивале, номинации «Вдохновение». И я вручаю это Кирилловскому муниципальному району. Итак, мы продолжаем. Следующая номинация называется «Самый артистичный хор». Вот такая вот интересная номинация, Александр Витальевич. Ну, хочется всех поздравить с прекрасным праздником, потому что это праздник. Вы оказались на сцене, я знаю, как далеко выйти, тем более не профессионалом. Поэтому огромное спасибо вам за доставленное удовольствие. Желаю вам крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов. Всего самого доброго. Ну и вручить Сокольскому муниципальному району. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, мы продолжаем. Еще одна номинация называется «Успех». Ирина Витальевна, вам слово. Я также хочу всех поздравить и сказать, что вы все огромные молодцы. Все, конечно, вы победители. Номинацией «Успех» награждается Харовский муниципальный район. Следующая номинация «Оригинальность». Николай Васильевич, вам слово. Я в первую очередь хочу большое спасибо сказать за доставленный праздник всем участникам этого прекрасного мероприятия. Я думаю, весь зал со мной согласился. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Номинация «Оригинальность» за победу фестиваля награждается Белозерский муниципальный район. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще осталось две номинации. И как хозяину нашей шоксинской земли Виктору Васильевичу предоставляю наградить двумя номинациями. Первая номинация «Самый креативный хор». И еще одна номинация «Поющие сердцем». Две номинации. Итак, первая сначала. Дорогие друзья, сегодня на территории Вологодской области стало одной семьей больше. Вот на сцене стоит «Большая семья муниципальных служащих». Вы большие молодцы. Удачи во всем! За победу в фестивале «Битва хоров» «Самый креативный хор» Ватегорский муниципальный район. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще одна номинация «Поющие сердцем» награждается Шоксинский муниципальный район. Дорогие друзья, я начал, я и заканчиваю. И за победу в фестивале конкурсе вокального творчества «Битва хоров» «Весна победы 2020» награждается коллектив Департамента финансов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У нас самалась типография здесь, и не допечатали, к сожалению, грамоты за первое и второе места. Но и глава обещал, что доставить лично черепаху. Есть такая почта? Да. Почините и все сделайте. Огромное спасибо всем, кто был в зале. Вы так тепло принимали всех. Вы поддерживали не только свою команду, но и поддерживали всех, кто к вам приехал. Огромное спасибо всем, кто принял участие. Это я говорю от всего жюри, кто принял участие в этом празднике, потому что это действительно праздник. И хочется, чтобы эти праздники у нас были, ну как у Феменгей, праздник всегда с тобой. Пусть он будет в нашем сердце, будет всегда с нами, запомнится нам надолго. И самое главное, чтобы это повторялось как можно чаще. Всего вам доброго, удачи. Ну вот мы узнали нашего победителя. По условиям конкурса победитель исполняет песню. И выбор пал на замечательную песню «Катюша», которую знают все от мала до велика. И вы, уважаемые зрители, подпевайте ее вместе с нами. Катюша. Катюша. Выходила, песню заводила. Катюша. 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 Катюша.